Слово для заправлений Алик Анатольевич Мазуров, президент используя свое положение. Я хочу заострить, акцентировать наше внимание нашей конференции на классовом подходе к пенсионной реформе. Доклад у меня называется «Пенсионная реформа и положение рабочего класса». И начну сразу с России, потому что пенсионная реформа случилась у нас. Она случается у нас уже не первый раз. Вы помните, какие-то всякие разные эксперименты, а потом накопительная часть, потом накопительную заморозили. А сейчас ударили по самому существенному, это по возрасту выхода на пенсию и увеличение стажа. Как-то вторым слоем идет увеличение стажа. Не все замечают, что второе может быть даже значимый первым. Потому что одно дело, вместе с аспирантурой и так далее, и так далее, до 35 лет можно учиться. На Западе до 40 лет учатся иногда. Высшее образование получают в различных формах. А потом работают. А так получается, что нужно было 45 лет, а сейчас снизошли до 42 лет стаж для мужчин, который необходимо приобрести для выхода на то, чтобы выйти раньше, чем 65 лет. Ну, трудно, легко посчитать, что это для большинства невыполнимо просто. То есть, 42 года стаж наступает после 65 лет, очень многих. Положение рабочего класса в России характеризуется такими существенными моментами. Это, первое, совокупное рабочее время рабочих, как в докладе Альса Владимировича было показано четко с цифрами, не только в докладе, но и в выступлениях, которые были, ролики, которые были представлены и известны многим с тысячами и тысячами просмотров, что рабочее время российских рабочих превышает, значительно превышает рабочее время рабочих в наиболее развитых капиталистических странах. При том, что вроде бы в 60 лет выходили на пенсию раньше. Это сверхурочные и, ну, прежде всего, сверхурочные. Второе. Условия труда российских рабочих, как правило, хуже, чем условия труда рабочих в наиболее развитых капиталистических странах. Это тоже сокращает, очень сильно сокращает продолжительность жизни. Это тоже было у Дениса Борисовича хорошо показано в докладе. Заработная плата российских рабочих в три и более раза меньше, чем стоимость рабочей силы российских рабочих. Российский рабочий один из самых выгодных для капиталистов рабочих. Когда рассказывают сказки, что российский рабочий не производителен, а вот американский, или там правильно говорить не американский, а рабочий Соединенных Штатов, присвоили мы себе американцы, да, все, рабочий Соединенных Штатов, вообще-то, менее производительность в смысле производства прибавочной стоимости. А для капиталистов самое важное, какую прибавочную стоимость произведет рабочий, а не сколько он деталей сделает. И в этом смысле российский рабочий один из самых производительных, и конкурирует здесь с китайским рабочим. И продолжительность жизни. К сожалению, цифры по продолжительности жизни в основном просто для населения. Для рабочих, если кто видел, для рабочих, я, например, я сколько искал, я занимался докторской диссертацией, в том числе и этим существенным моментом, я не нашел продолжительность рабочих именно жизни. Кроме того, есть еще один такой вот казус, хитрость, что ли. А хитрость — это высшая форма глупости, да? В общем-то, дают цифры сколько лет? 71 год примерно в среднем мире, предстоящая продолжительность жизни. Слово «предстоящая» мало кто обращает внимания. Это условная цифра, сколько будет жить человек, который родился сейчас, например, в это время. С учетом ожидаемой, да, предстоящей ожидаемой продолжительности жизни. Ну, не знаю, кто как ждет, предстоящая называется продолжительность жизни. 71 год. А сколько рабочих живет? Очевидно, понятно, тут даже доказывать не нужно, что живет меньше, потому что условия труда другие совершенно, особенно в химических производствах, шахтеры и многие другие виды производств. В России, я взял данные по России, звучали уже подобные данные, они отвечают все немного, потому что разные года берутся. Сейчас, по данным нашего госстандарта, госрукстата, 72 года в России живет, предстоящая продолжительность жизни человека. Мужчины 66,5, это данные на 16-й год, женщины 77 лет. Это существенно ниже, чем в развитых капиталистических странах, об этом уже говорили, не буду повторяться. Но и меньше, надо заметить, чем на Кубе. На Кубе 79,8 года. На Кубе. Это Куба, в которой очень, из-за санкций, из-за того, что Советский Союз предал Кубу, ну не Советский Союз, а когда развалит Советский Союз, по сути, предали Кубу, как союзника. И поставки ухудшились. Но тем не менее, на Кубе живут около 80 лет. При том, что там и текилу пьют, и курят, и так далее. Все около 80 лет. Замечательная система здравоохранения выстроена под руководством Коммунистической партии Куба. Китае 76 лет. При том, что там хватает и нищеты в Китае еще, и безработных там больше, чем у нас работающих. Во Вьетнаме 75 лет. Во Вьетнаме, который пережил лабортировки и газ Оранж, и другие виды воздействия на население. Рабочие живут, естественно, меньше. Это не естественно, но это, к сожалению, так. Гораздо меньше, чем те цифры, которые названы. И в этих условиях руководство России предприняло этот шаг. Я считаю, он шаг во многом безумный, в том числе для капиталистов. Они сейчас поимеют, там, 5-7 лет дохода на этом. А потом, это не только, не то, что монетизация в год, помните, был период. Возмущение было, оно быстро сошло на нет. А это постоянный долгоиграющий фактор. Каждый, кто сейчас работает, в голове будет держать это постоянно, что ему предстоит выйти не в 60, а в 65 лет. Мужчине. Ну, женщине, соответственно, в 60. Это постоянно действующий фактор. Это фактор, в какой-то мере даже революционизирующий сознание современных рабочих. Это не учитывает наша отсталая буржуазия. Что-то не просто вот так вот повозмущались, там, вышли на площадь. Я был на площади Сахарова, когда, видишь, там был. Примерно посчитал, сколько человек вышло. Те, кто с трибуны говорили, привирали, говорили 100 тысяч. Не было там 100 тысяч. Полиция сообщила 6,5 тысяч. Я примерно встал возле рамок, посмотрел, сколько через рамки проходит за 10 минут. Но тут умножил на время прохождения через рамки, получилось около 20 тысяч человек. Для Москвы это очень мало. Реально вышли бы там 100-200 тысяч, как вышли за Ельцина, за 20 сортов колбасы в свое время, в 90-м, в 91-м году. Я думаю, были бы больше уступки не 63-х до 60-ти лет, а, я думаю, мужчинам там до 62-х, до 63-х наверняка не готовы были эти уступки. Но посмотрели, что недостаточное возмущение, и, к сожалению, практически не было забастовок. Я не слышал, может кто-то знает, забастовки против увеличения пенсионного возраста. Забастовки это та реальная форма борьбы, которая эффективна и действительно может привести к серьезным результатам. Итак, на пенсионной реформе финансово каждый потерял примерно кто моего возраста, кто помладше, около миллиона рублей в нынешних ценах. Это легко считается, тут умножить и все будет видно. Но не самое главное даже финансовое. Правильно, что это получается принуждение к труду, Александр Ильич об этом говорил, еще на целых 5 лет. Что решили капиталисты и что решают? Во-первых, они решают такую задачу, как уменьшение дефицита рабочих. Дефицит рабочих. В моем диссертационном исследовании я уже защищал в 2013 году, а писал 10 лет до этого, наблюдал эту ситуацию. Дефицит рабочих очень серьезный. Сейчас даже пытаются разгонять институты ради того, чтобы пошли в рабочие. Но это малоэффективно, кто-то пойдет, а большинство этого не сделает. Это не тот путь. Надо заранее планировать и финансировать, делать программу на 20 лет, для того, чтобы смотреть, как кадры будут, движения кадров. Но в какой-то мере решат они эту проблему. В какой-то мере. То есть рабочие на 5 лет задержатся на работе. Второе. Это давление на работающих через безработицу. Ясно, что увеличится безработица. Это очевидно совершенно. Они это отлично понимают. Глупых там очень мало людей. Стратегически они глупы, а тактически они очень умны. И умеют проворачивать такие реформы. То есть увеличится безработица. Раз увеличится безработица, следовательно, что давление на заработную плату. Это известный фактор, как резервная армия труда давит на заработную плату. То есть в сторону понижения. Затем увеличение абсолютной прибавочной стоимости. Есть такая категория у Маркса в капитале. Это за счет увеличения продолжительности рабочего времени. Как в течение одного дня. Это так можно посчитать в течение всей жизни рабочего. То есть абсолютная прибавочная стоимость. Это самая отсталая форма прибавочной стоимости. Потому что есть относительная форма прибавочной стоимости. За счет, я не буду сейчас вдаряться в определение этих категорий. Кто интересуется, прочитайте капитал. Там очень много очень полезного для рабочих. И для рабочих он переписался от капитала. Он получается за счет увеличения производительности труда. Производства относительной прибавочной стоимости. Так вот, наш отсталый буржуазия, российская. Она предпочитает вот это тупое производство абсолютной прибавочной стоимости. А не производство относительной прибавочной стоимости. Ну и конечно это позволит им дальше продолжить вывоз капитала за рубеж. Я не думаю, что они сильно испугались этих санкций. Они продолжают это делать. Тем более офшоры теперь устроили им на острове Русский. Очень красивое название острова для офшоров. И еще в одном месте тоже очень с хорошим названием. Последствия для рабочего класса. Уменьшение свободного времени. Это серьезный удар по рабочему классу. По потенциалу борьбы рабочего класса. Рабочее время уменьшается значительно. Когда могли бы у нас в наших рядах тоже есть пенсионеры, которые активно борются и активно помогают профсоюзам. И тем самым говорят о том, что свободное время можно использовать для реализации интересов рабочего класса. Увеличение степени эксплуатации. У нас и сейчас меньше часа рабочий работает на то, чтобы воспроизвести свою рабочую заработную плату. Из 8 часов. А если считать из противоположного, то без 9 из 10. 1 час из 8. Уже сейчас. То есть будет не 1 час, а будет, если привести к рабочему дню, будет меньше. То есть за 40 минут рабочий будет отрабатывать свою заработную плату. Остальное будет оставаться капиталисту. Вот я приведу невиномысский азот для примера. Фонд заработной платы 1 миллиард рублей в год. А только чистые дивиденды составляют 10 миллиардов. Только чистые дивиденды. Это после всех налогообложений. И если учесть, что это еще и через различные идет реализация, через различные свои торговые структуры, то на самом деле там дивидендов гораздо больше. Можно на 2 умножать спокойно. То есть 1 миллиард и 20 миллиардов. Представляете себе соотношение? То есть 20 миллиардов остается капиталисту. И 1 миллиард остается всем работникам вместе с менеджером. То есть если отнять менеджеров, то еще меньше. И соответственно снижение заработной платы. То есть при помощи вот этого трюка с пенсионной реформой давления безработицы, это усилится тенденция к снижению заработной платы. Ну и соответственно это доказано, научно доказано, уменьшение продолжительности жизни, увеличение смертности и травматизма на производстве и увеличение инвалидизации, увеличение инвалидности, количество инвалидов. Это то, что будет последствиями четкими этой реформы в кавычках, без кавычек, как угодно. Последствия для экономики в целом. Замедление обновления капитала. У нас капитал обновляется отвратительно. Недавно Силуанов, этот министр финансов, или как его там назвать, главный бухгалтер страны, он сказал, что нам надо в несколько раз увеличить вложение в производство, при этом на обновление капитала. Он прав, что надо в несколько раз увеличить, правда они для этого ничего не делают. Так вот, из-за того, что увеличится количество применяемого труда, стимул к обновлению уменьшится. Чтобы увеличить стимул к обновлению, нужно сократить радикально рабочий день до 6 и менее часов. Если уменьшить до 6 часов, например, с 8, то что остается сделать капиталисту, если он хочет остаться капиталистом? Только внедрить новую технику, так или нет? У него другого выхода нет. У нас нет столько рабочих, чтобы свободно пригласить рабочих поработать еще. Поэтому ему придется это делать. Я в свое время в диссертации сделал вывод, что фактор увеличения заработной платы будет в России существенно значен, потому что будет увеличиваться дефицит рабочей силы. Они при помощи этой пенсионной реформы стараются погасить этот фактор. Им это не удастся в целом сделать, но какое-то время они поработают. Уменьшается платежеспособный спрос. Ведь представьте себе, рабочие, которые выходят на пенсию позже, они не получают пенсию 5 лет. Следовательно, что эти деньги куда деваются? У нас все, что не остается в стране, все, что не остается рабочим и пенсионерам, все уходит за рубеж. Все. Это просто у нас экономика так устроена. Это четкий есть контроль финансовый и четкий насос, который откачивает все средства, которые у нас не задействованы. Поэтому эти деньги, подпенсионные реформы, так называемые, которые они получат, на самом деле они утекут за рубеж. Замедление научно-технического прогресса, замедление роста производства труда, у нас и так низкий рост этот. И рост затрат на пенсии инвалидов. Я думаю, на этом останавливаться не стоит, потому что это очень и очень очевидно. Отсталое российское буржуазное государство прибегает к этим методам и будет усиливать эксплуатацию рабочих, пока рабочие будут это позволять. Что на это отвечает рабочий класс в России? В большинстве случаев, к сожалению, значительной степени покорностью и слабой организацией. Это надо констатировать, но это не означает, что это так навсегда и останется. В этих условиях буржуазии дальше будут проводить эту политику. Причем буржуазии, как вы знаете, две основных тенденции в российской буржуазии. Это тенденция, так называемая, отечественная в кавычках. Ну как, отечественная в том смысле, что не за отечество, а за свой капитал, который здесь размещен. И буржуазии компрадорской, то есть которая на Запад сориентирована и получает свои средства от взаимодействия с наиболее развитыми странами. У них, естественно, противоречие между собой. Потому что одно дело, допустим, здесь наша военная промышленность, танкостроение, которое осталось в некотором количестве машиностроения. Это те, кто получает свои доходы, прибыль капиталиста от этого. Они все-таки заинтересованы в развитии страны в этой части. А компрадоры, они получают от экспортных операций, от финансовых операций, от взаимодействия финансового с Западом. У них противоречие довольно сильное, оно обостряется сейчас. Потому что вот эти санкции, они влияют очень серьезно. Операция «Крым наш» правильная, эффективная операция. Она еще больше раскол внесла в класс буржуазии. Не надо думать, что это монолитный класс. Но в то же время у них есть все возможности для того, чтобы мирно пока жить и сосуществовать, эти два противоречащих две партии внутри буржуазии, до тех пор, пока они могут получать доходы за счет увеличения эксплуатации рабочих. То есть сейчас вот относительное такое спокойное и покорное отношение к той же пенсионной реформе позволяет этим двум противоборствующим партиям внутри буржуазии, партиям не в смысле политическом в данном случае, в таком экономическом смысле этого слова, позволяет им между собой договариваться мирно. И поэтому у нас в правительстве и те, кто за развитие промышленности есть, ну например министр Мантуров хорошую работу проводит довольно, и экономический блок, этот паразитический довольно-таки блок, который способствует высасыванию денег из страны и откачке их на Запад. И в этом смысле рабочий класс мог бы обострить это противоречие своей борьбой, в принципе за свои интересы. Есть люди, которые полагают, что чем хуже, тем лучше, что чем хуже живет рабочий класс, тем он быстрее возмутится и все свергнет. Ну предпосылка такая есть, конечно, чем хуже, тем больше возмущения, но есть закономерность, что рабочее движение в периоды спада производства ослабляется, а в периоды подъема наоборот активизируется, потому что есть спрос на рабочую силу, рабочие понимают свою потребность в своей рабочей силе и заявляют свои требования. Поэтому необходимо, конечно, экономике, чтобы развивалось, и сейчас это совпадает с тенденцией, которая есть в части буржуазии, которая понимает, что если страна не будет развиваться, у них просто не будет шансов противостоять империализму Соединенных Штатов Америки, и они просто будут уничтожены как часть класса. Потому что отечественная буржуазия для империализма, она не нужна просто-напросто. Она будет уничтожена, я не говорю о физическом уничтожении, она будет низведена, просто люпинизирована, ее просто конфискуют ее активы, они делают это элементарно, у них все для этого есть возможности, информация полная, для того, чтобы просто отобрать у них то, что есть. Они просто превратятся в пролетариев, работать они не умеют в этом смысле, и я думаю, что они будут люпинизироваться. Итак, пенсионная реформа – это один из процессов усиления эксплуатации рабочих. То есть ее надо так и рассматривать, что это усиление эксплуатации рабочих. И другие методы применяются сейчас. Увеличение НДС – это тоже увеличение эксплуатации на 2%, цены увеличатся на 3-4%. Цена на бензин – то же самое. Увеличение – это мы будем, ну, рабочие прежде всего платят, потому что рабочие производят то, чем мы живем. Планомерное увеличение цены на электричество. Сейчас лимиты, вы знаете, да, пытаются ввести социальные лимиты. Это тоже увеличение эксплуатации. То есть все надо рассматривать в классовом аспекте. Это все увеличивает эксплуатацию рабочих. Увеличение тарифов ОСАГО. Туда же. Наглости, ума, жадности у российской буржуазии хватит на то, чтобы оббирать, оббирать и оббирать. Она этим занимается уже с середины 80-х годов. Очень эффективно. Буржуазия у нас уже была и в советское время. Пенсионная реформа наглядно показала, что у российского пролетариата четко… Ну, один выход – это усиление борьбы. Потому что второго выхода нет. Второй выход – это умирание. Это умирание, ускорение умирания. Об этом тоже сказано довольно четко. Какие требования, исходящие из интересов рабочих, научно обоснованы и приведут неизбежно к борьбе рабочего класса в нашей стране? Необходимо дальше требовать и все делать для того, чтобы заработная плата приближалась к стоимости рабочей силы. Для этого здесь огромное пространство. Три и более раза. Нет, надо увеличить заработную плату. И передовые отряды, пока еще батальоны, не отряды, еще пока батальоны, это доказали, что это можно сделать. Это и докеры, и авиадиспетчеры, и некоторые другие организации. Пока это еще так, только отдельными коллективами, отдельными подотраслями. Улучшение условий труда до такого состояния, чтобы условия труда не уменьшали продолжительность жизни. Критерий здесь четкий. То есть, если не уменьшает продолжительность жизни, значит нормальные условия труда. И, конечно же, сокращение рабочего времени до 6 и более часов в день без уменьшения заработной платы. То есть, при увеличении заработной платы в принципе, а вот этот пункт без уменьшения заработной платы, которая должна постоянно увеличиваться. Внедрение этих требований и даже движение к выполнению этих требований заставит капиталистов ради сохранения своей прибыли внедрять более производительную технику. И тем самым развивать производство, и тем самым сохранять Россию, сохранять производство в России. И тем самым подготавливать то, что будет неизбежно. Неизбежно все равно капитализм смертен, как и феодализм, так же как рабовладение. Когда это случится, никто из ученых этого не скажет. Но к этому все идет. И нельзя забывать, что сейчас наступил такой момент, заключение скажу, которого не было никогда в мире. В России, когда социалистическая страна обогнала по объемам производства наиболее развитые капиталистические страны. То есть, Соединенные Штаты теперь не первая экономика мира. Это случилось уже несколько лет тому назад. Даже по кривому показателю валовый внутренний продукт, это неправильный показатель. Он считает там что угодно, какие-нибудь услуги, кроме производства. Но по объему промышленного производства, даже по валам внутреннего продукта Китай обогнал. А если говорить по промышленному производству, обогнал значительно. То есть, уже на десятки процентов Китай социалистически обогнал Соединенные Штаты Америки. И, конечно же, это будет влиять неизбежно на ситуацию в России. Россия здесь обязательно вынуждена будет прислониться к мощи Китая. У нас сейчас, если в 80-м году, мы в три раза, экономика наша была больше, чем экономика Китая в 80-м году. То сейчас наша экономика порядка в 7 раз меньше китайская. Представляете, разница в темпах какая была за эти 30 лет. Что сейчас Россия, капиталистическая Россия вынуждена союзничать с социалистическим Китаем. Там еще и Вьетнам с населением около 100 миллионов человек. То есть, население немного меньше, чем в нашей стране. Корея Северная, которая, как мужественный оловянный солдатик, стоит против империализма. И в этом отношении сейчас ситуация, в это десятилетие ситуация коренным образом меняется. Обстановка в мире меняется. И гегемонизм Соединенных Штатов подвергается уже просто-напросто, не просто сомнению даже, а уже кризис наступает постепенно. И он будет огрызаться, в том числе и усиливая фашизм на экспорт и другие методы. Но в нашей стране это необходимо, этот фактор тоже использовать в борьбе рабочего класса России. Спасибо за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА